Доклады Юрия Викторовича Суханова Вошедший в арсенал врача по палеоативной помощи, врача-гидролога, технология, которая, мне кажется, должна дальше развиваться, совершенствоваться, и массы родителей, детей, которые страдают от симптоматической эпилепсии, должны все более и более посвящаться и обеспечиваться этим препаратом. Но вот если посмотреть, обратиться к библиотеке США, например, медицинской, то мы увидим, что на протяжении фактически уже 20 лет эти препараты используются, периодически появляются всплески публикации, увеличение количества публикаций, потом это немножко затихает, опять интерес просыпается. Но это связано не с тем, что время от времени доктора возвращаются к одним и тем же формам. Нет, просто происходит сравнение новых методик, например, интерназального введения медазолама с какими-то другими, например, с ректальным диазепамом или с букальным медазоламом. Значит, для нас, конечно же, актуально использование этого препарата при эпилепсии, при припадке. Значит, есть, конечно, классические определения, которые вот в одной верхней, в 16-м году представлена Американской Ассоциацией по лечению эпилепсии. Да, это состояние, при котором каждый последующий препарат возникает раньше, больной при этом еще полностью не выходит в ясное сознание, и каждый последующий препарат становится все тяжелее, 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 и в конечном итоге сопровождаются нарушениями дыхания, гемодинамики, у пациента развивается метаболический ацидоз, и вот тут уже серьезные угрозы жизни. Если мы рассмотрим в комплексе, какие же проблемы сопровождают пациенту, у которого возникают судороги, то в первую очередь мы увидим, что у него вызывается риск, высокий риск аспирации, в первую очередь, который приводит к нарушению дыхания. В свою очередь аспирация, безусловно, будет сопровождаться развитием гипоксимии в той или иной мере, но гипоксимия у пациента может развиваться не только из-за нарушения проходимости дыхательных путей, но и из-за тонического напряжения скелетной мускулатуры, мускулатуры грудной клетки. В тот момент пациент не сможет ни вдохнуть, ни выдохнуть. У него будет нарастать нарушение газообмена, в том числе и гиперкапния, и гипоксимия, и гиперкапния. Это факторы, которые целенаправленно воздействуют на самую уязвимую структуру кору головного мозга и тем самым усугубляют его повреждения. В конечном итоге несвоевременное оккупирование этой припадки будет приводить к тому, что нейроны погибнут, и после очередного припадка у пациента неврологический статус будет намного хуже. Не стоит забывать о том, что и гипоксимия, и гиперкапния – это факторы, которые непосредственно влияют на проводимость сердца. И если вспоминать рекомендации Европейского совета по реанимации, то гипоксимия – это самая частая причина развития остановки кровообращения у детей, особенности физиологии таковы. Показания помощи. Я думаю, все педиатры знают, как оказывать помощь, но тем не менее немножко напомню о том, что практически 99% этих припадков развиваются вне больницы. И, соответственно, оказание помощи задерживается. И чем раньше мы сможем пациенту обеспечить противосудорожным препаратом, тем вероятность того, что повреждение головного мозга у него будет меньше, конечно, возрастает. Принципиальный момент – обеспечить проходимость дыхательных путей, уложив пациента на бок. Не нужно никакие палки вставлять. Я думаю, что никому в голову уже не придет представителям современной медицины. Ну и препараты первой линии – это бензодезепины с указанными дозировками. Вот классическая уже стала фактически вот эта вот схема дерева принятия решений, которая представлена была еще в 2016 году Обществом по лечению эпилепсии. Это вот руководство. И посмотрите, в 2016 год хочу обратить ваше внимание. Ректальный дозепам 0,2-0,5 мг наряду с внутривенным фенобарбиталом, наряду с интерназальным медозаламом, внутримышечным медозаламом и внутривенным дозепамом. То есть эти препараты, по сути дела, если вот смотреть на эту схему, можно предположить, что они равноценны по эффективности. На самом деле исследования показывают небольшие отклонения от этого утверждения. Более того, есть работы, которые подтверждают, что внутримышечное введение препарата у пациента с эпиприпадком не всегда приводит к быстрому оккупированию, ввиду того, что замедляется ресурсия препарата из пластически сокращенной мышцы. Поэтому, безусловно, вот эта вот альтернатива присутствует в принятии решений. Рассмотрим немножко модифицированную фактически ту же самую схему, например, региональный протокол, например, больница Окленда. Еще раз. Здесь внутримышечный медозалам и букальный или интерназальный медозалам на догоспитальном этапе. И он может использоваться и в том числе и уже на втором этапе введения пациента. То есть препараты действительно работают, иначе их бы не включили протокол. Наши рекомендации российские, федеральное руководство по детской неврологии 2016 года. Обратите внимание, и медозалам, и диазепам – это препараты, которые уже к тому времени демонстрируются как рекомендуемые к внутримышечному, внутривенному или защечному, или ректальному введению. Почему это хорошо? Почему нужно использовать эти препараты как можно раньше, как можно быстрее? Дело в том, что физическая структура, химическая структура препаратов позволяет им всасываться достаточно быстро. Препарат медозалам, он в зависимости от изменения ПАЖ может становиться липофильным или гидрофильным. Но независимо от того, каким он стал, липофильным или гидрофильным, то есть имидозольное кольцо меняется, всасывание его происходит достаточно быстро. Человеку, который вводит этот препарат, не нужно иметь никаких абсолютно специальных навыков или умений. Это не внутримышечное введение препарата. Препарат можно вводить на догоспитальном этапе, в домашних условиях и дни медицинским препаратом, когда все объяснено, дозировка фиксирована, больше не введешь. И, безусловно, что очень важно для пациентов, у которых имеется симптоматическая эпилепсия, судороги можно купировать до приезда скорой медицинской помощи. Времени на приезд скорой медицинской помощи будет тратиться порядка минут 10, 15, 20, в зависимости от города. Здесь мы к тому времени, когда приезжает скорая потенциально, мы уже этот приступ можем купировать. И пациент, естественно, оказывается с меньшим повреждением головного мозга. И вероятность того, что его придется госпитализировать, конечно, сокращается. Ну и профилактика развития эпистатуса, то есть того состояния, когда у пациента возникает эпизод судорог за очередным эпизодом судорог. И вот эта вереница эпиперипадков приводит к тому, что нарушается вентиляция, гемодинамика и метаболизм. Безусловно, возникает вопрос, что все-таки лучше, почему тот или иной препарат мы используем. Ну вот, в подготовке к лекции я рассматривал различные источники литературные. Вот один из них достаточно обширный метаанализ. Он включил в себя 774 пациента, пациенты с эпистатусом. В конечном итоге эти пациенты были разделены на две группы. Одни получали ректальный дезепам, вторые – букальный медезалам. В конечном итоге при анализе эффективности этих препаратов казалось, что все-таки букальный медезалам эффективнее ректального и внутривенного дезепама. Ну, в принципе, это отчасти подтверждает тот аргумент, что всасывание препарата из сокращенной спастической мышцы задерживается. В 2020 год Московский эндокринный завод зарегистрировал две трансмуказальные формы. Это медезалам, который является раствором защечным, и в двух концентрациях 2,5 мг в мл и 5 мг в мл и трех тюбиков. Соответственно, 1,5,7,5 мг. И сибазон, ректальный в двух вариантах – 2 и 4 мг в мл. Теперь эти препараты можно приобрести и получать пациенту. Значит, вот так вот они выглядят. Оба препарата могут… Основные показания – это эпиприпадок. Больше двух-трех минут мы этот препарат можем уже использовать, пациенту уводить его. Единственное, есть возрастные ограничения на применение медезалама у детей от трех месяцев и на применение ректального сибазона у детишек с шести месяцев. Значит, есть, безусловно, противопоказания. Расстройство центрального происхождения. Ну, как любой другой бензодисепин – это препарат, который воздействует на центральную нервную систему, поэтому угнетение дыхания у пациентов с расстройствами дыхания центрального механизма будет намного более вероятнее. Место миограйс, ну, безусловно, понятно, поскольку у него миорелаксирующий эффект есть, то усугубление расслабленности скелетной и дыхательной мускулатуры выше. Декомпенсированное состояние, безусловно, концентрация действующего вещества в плазме будет катастрофически возрастать и неуправляемое воздействие препарата на организм. Детский возраст. Ну, да, метаболические нарушения тоже, безусловно, поскольку это может спровоцировать криз, развитие криза. Значит, технически как это делается? Заметьте, что пациент лежит лицом к тому человеку, который будет проводить инъекцию препарата. Это весьма важно, потому что должен сохраняться контакт с пациентом. Более того, это жизнеспасающая позиция. В этом положении не будет происходить западение языка и будет более-менее восстановлено дыхание, выпрямлено дыхательные пути. Дальше мы вводим нужное количество препарата. И вот этот вот алгоритм, когда мы вводим препарат в течение трех секунд, отсчитываем раз, два, три, затем задерживаемся. В течение трех секунд медленно извлекаем шприц, затем сжимаем ягодицы. И в течение трех секунд опять их удерживаем для того, чтобы предупредить выливание потерю лекарственного препарата. Это весьма важно. Чтобы лишний препарат не терялся, я продемонстрирую в результатах нашего исследования как раз потери этого препарата. Если ребенок маленький, безусловно, не нужно вводить на всю длину наконечника, ограничиться половинкой. Безусловно, всегда возникали вопросы, а не будет ли угнетение дыхания на введение бензодезеппина. Но вот результаты исследования очень противоречивые. Есть ряд работ, которые демонстрируют дыхательную депрессию и разброс частоты вот такой вот. Есть фактически такое же количество работ, но, по крайней мере, то, что я нашел, которые демонстрируют отсутствие депрессии, дыхания. Но вот что интересно, вот в работе наших турецких коллег, они обратили внимание на то, что лицо сопровождающее родителей ребенка избегали применения ректального дезепама ввиду боязни быть обвиненным в жестоком обращении с детьми. Но это особенности национальные, не думаю, что у нас такие проблемы могут возникнуть. Теперь о медозолами защечном. Препарат, который, как я сказал уже, он в трех формах, с одинаковой концентрацией, но с разными объемами. Показания фактически те же самые. Инструкция предусматривает введение этого препарата в стационарных условиях, если ребенку 3-6 месяцев. Противопоказания практически те же самые, поскольку это тот же самый бензодиазепин. Как он вводится? Препарат вводится между десной и щекой. Даже если мы будем рассматривать ситуацию развития тризма, жевательной мускулатуры, когда невозможно разжать зубы, это нам не будет являться преградой, поскольку препарат вводится между щекой и зубами. Другие проблемы, которые могут возникать, и ввиду которых может происходить потеря препарата, это гиперсоливация. Поэтому для того, чтобы предупредить потерю препарата, нужно максимально опустошить ротовую полость с салфеткой, осушить ротовую полость с салфеткой, после этого препарат отводить. Еще один момент. Если родители вызывают скорую помощь на развитие эпилептического припадка, то обязательно доктор, врач, который приезжает, должен быть информирован о том, какая доза препарата, собственно, какой препарат и какая доза были введены ребенку. Стандартные рекомендации по дозированию препаратов букального медозолама и сибазона ректального. Чем меньше ребенок, тем больше мы ориентируемся на расчет дозы в миллиграммах на килограмм. Получить препарат в настоящее время достаточно просто. В первую очередь нужно определить количество пациентов, которые нуждаются в этом. И от медицинской организации должна быть в Министерстве здравоохранения подана заявка на обеспечение лекарственными препаратами конкретных пациентов. Вполне допустима ежеквартальная коррекция, поскольку пациенты новые могут появляться. Это абсолютно нормально. Затем препарат поступает в регион и доктору остается только лишь выписать рецепт, в зависимости от того, будет получать пациент по льготе или по платным препарат, выписать рецепт и пациент получит его в аптеке. В настоящее время процедура упрощена. Теперь я хочу продемонстрировать наши результаты. Мы провели небольшой аудит среди родителей, которые использовали эти препараты на протяжении последнего года. Значит, посмотрите, у нас подавляющее большинство родителей использовали рецептальный диазепам. В каких ситуациях используем? Ну, заметьте, что показанием для назначения препаратов бензодиазепинов и рецептального диазепама и букального медазолама в нашей российске являются только судороги. Но, учитывая тот факт, что родители, вероятнее всего, это мое предположение, использовали в своей практике ранее и иностранный десятин, например, то, вероятнее всего, они по старинке продолжали использовать эти препараты для купирования психомоторного беспокойства. Практически четверть показаний – это психомоторное беспокойство. Как часто? Конечно же, разброс был очень большой, но проанализировав и суммировав показания, частоту, мы пришли к выводу, что самая частая кратность использования – это один, два, четыре, до шести раз в месяц. Ну, достаточно часто. Я думаю, что это, по сути дела, повод задуматься над необходимостью коррекции противосудорожной терапии, базовой противосудорожной терапии. Вопрос задавали, как быстро проходят судороги у пациента, или, коль уж речь шла о беспокойстве, то как быстро купируется беспокойство. Это 5-10 минут, 10-15 минут. То есть средняя продолжительность сохраняющихся судороги – около 10 минут. В принципе, это соответствует громадному количеству исследований фармакокинетики препарата и тем нормативам, которые нам демонстрирует производитель. Какой же препарат, какой препарат как действовал? Ну, вот анализ продемонстрировал, что, по сути дела, и букальный медазолам, и ректальный диазепам начинали действовать через 10-5-10-15 минут одинаково. Вот эти вот пики демонстрируют нам купирование судорог и беспокойство. Много ли препарата теряется при ректальном или букальном введении? Это как раз вот то, о чем я говорил. Соблюдается ли техника введения препарата? Ну, подавляющее большинство, безусловно, сказало – нет, у нас все хорошо, но какое-то количество пациентов, родители продемонстрируют нам, что теряется от 25 до 50%, а это касается ректального диазепама. Анализ не проводили, но я предполагаю, что немножко была нарушена техника. Что касается использования букального медазолама, то ни один родитель не указал на то, что происходило потеря этого препарата при введении. Побочные эффекты. Здесь мы не конкретизировали родителям, что подразумевают под собой побочные эффекты, поэтому ассортимент, как говорится, видите, перечень достаточно большой. Что касается препаратов. Какие препараты по нашему такому маленькому исследованию демонстрируют большую вероятность развития побочных эффектов? Ну вот мы видим, что небольшое количество было у букального медазолама, все остальное касалось ректального диазепама. Но в принципе это вполне закономерно, потому что подавляющее большинство респондентов использовали именно ректальную диазепам. Засыпают? Да, конечно, засыпают. Но вот 16% сказали, что нет, абсолютно просто беспокойство, или судороги купируется, но ребенок не спит. Задали интересный провоцирующий вопрос. Если бы у вас этот препарат был без ограничений, использовали бы вы его чаще? Но люди оказались, видимо, разумными, и треть сказала да, 60 с лишним процентов сказали нет. Одинаково абсолютно распределились ответы между ректальным диазепамом и букальным медазоламом. Отказаться вы хотели бы в пользу инъекционной формы? На самом деле я был уверен, что все скажут нет. Оказалось, один человек из группы ректального диазепама заявил о том, что он хотел бы перейти на использование инъекционной формы. В заключении хочется сказать, что по анализу, аудита, проведенного среди родителей, мы увидели, что они, в принципе, удовлетворены этими препаратами. Они довольны тем, что судороги купируются быстро на дому, и частота госпитализации, безусловно, сокращается. Наши дальнейшие действия. То есть надо просто начинать использовать этот препарат как можно чаще. Безусловно, мы чем раньше начинаем противосудорожную терапию, тем меньше вероятность развития повреждения головного мозга. Обучение практически никакого не нужно. 10-15 минут инструкции, и, пожалуйста, можно работать. Препарат действительно эффективен. Я не стал приводить все эти работы, которых громадное количество по сравнению эффективности препарата. Но я думаю, что следующим этапом в обведении трансмуказальных бензодизепинов у нас в России будет применение интерназального метазолама, который за рубежом используется уже достаточно далеко, давно. Ну и, безусловно, это преемственность терапии. Поскольку первой ступенью в оказании помощи пациенту с этим припадком являются бензодизепины, то вот они, мы начинаем их как можно раньше и как можно эффективнее будем работать. Все, спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!